Добрый вечер! В эфире очередной выпуск спортивной программы «Чемпион». Мы поздравляем всех любителей футбола с долгожданной победой и выходом нашего «Динамо» в подэлитный дивизион. Сегодня в программе. Футболисты «Динамо» впервые за долгие годы завоевали право выступать в первой лиге. В заключительных матчах первенства подопечные Александра Дорофеева расправились с Прокопьевским «Шахтером» и обыграли Ленинск-Кузнецкую «Зарю». Кубок города по баскетболу нашел своего обладателя. В финальной игре на площадке Барнаульского строительного колледжа встретились две сильнейшие команды города – БРИС и БГПУ. Пресс-конференция, посвященная завершению первенства России по футболу во втором дивизионе «Восточной зоны» и поздравления футболистов с победой, к сожалению, обернулась очередным скандалом. Начнем, конечно же, с футбола, а точнее с предпоследней игры Барнаульского «Динамо» против Прокопьевского «Шахтера». По сути, от последних домашних игр зависела судьба первого места на Востоке. Для «Динамо» встречи против «Шахтера» и «Зари» стали моментом истины, и таким образом выход в первый дивизион был в руках «Белоголубых». Все зависело только от наших футболистов. Понимая это, барнаульские ребята уже с первых минут прыгнули, что называется, с места в карьер. На четвертой минуте Владислав Аксютенко, ворвавшись в штрафную площадь гостей, упал не без помощи защитника «Зари» в пенальти. К мячу подошел Алексей Верещак и уверенно открыл счет. 1-0. Не успели болельщики отпраздновать первый забитый мяч своих любимцев, как тот же Аксютенко вновь создал опасный момент. После его удара мяч, угодив в штангу, отскочил в поле, где расторопнее всех оказался Евгений Рогоза. Понимая, что играть с «Динамо» на равных не получается, гости искали футбольное счастье, отвечая лишь редкими штрафными. Да и то не столь точными, как хотелось бы. Под занавес первого тайма свой шанс вновь реализовал лучший бомбардир нашей зоны Евгений Рогоза, замкнувший навес на Рылкова. 3-0. После перерыва ситуация на поле не изменилась. Наши футболисты продолжали атаковать. И что самое главное, забивать. В самом начале второго отрезка встречи Владислав Аксютенко сумел забить сам. Войдя в штрафную, наш нападающий отправил мяч точно в угол. Победную точку в игре поставил Виктор Исайченко, эффектно головой отправив мяч в ворота «Шахтера». 5-0. Уверенная победа «Динамо». Мы уже знали результат «Сахалине», что «Благовещен» сыграл ничью. И что при условии победы мы почти гарантируем себе первое место. То есть достаточно одного очка в последней игре. Ну, ребят, наоборот, это подбодрило. Чтобы с хорошим настроением вышли. И уже на первых минутах, можно сказать, задел сделали. И уже потом намного легче. В Барнаул ехали на что рассчитывали? На победу или на ничью? На победу или на ничью? Да. Мы ни на что не рассчитывали. То есть просто приехали, прокатали деньги, да? Деньги прокатывают в другом месте. На всех парах ничьемся к первому месту. Серьезная подготовка, серьезный настрой. Мне даже нечего еще сказать. Ребята сами понимают, что нам осталось чуть-чуть. Что никакого расслабления нету и не будет. Потому что мы игру отыграли. Сразу заезжаем на базу. Готовится к Ленинску-Кузнецку. Сейчас ненамного прервемся. И плавно с футбола перейдем на другой командный вид спорта. Накануне определился обладатель Кубка города по баскетболу. Финальная игра была запланирована как раз в перерыве между играми женского чемпионата, который в этом году собрал большое количество участников, включая Бийск, Олейск, Крупцовск, Камень. И, конечно же, барнаульские команды Агау, БГПУ, АлтГТУ и другие. Такое решение было принято не случайно. Прежде всего для того, чтобы приезжие команды посмотрели на то, как играют сильнейшие городские команды БРИС и БГПУ. На стадии группового этапа оба соперника проявили характер и волю к победе. БРИС не проиграл ни одной встречи, в отличие от своего оппонента, и без проблем занял первое место в своей подгруппе. А вот студентам не удалось взять верх над Петросоюзом, однако в играх на выбывание подопечные Михаила Фролова уверенно дошли до финала. С первых минут на паркете соперники присматривались друг к другу, стараясь как можно строже сыграть в защите. Быть может, поэтому первая четверть завершилась с малыми цифрами на табло – 8-8. Однако уже к большому перерыву команды наверстали упущенное. Преуспели в этом баскетболисты педагогического университета 23-27. В третьей четверти игра вновь выровнялась, при этом страсти на площадке стали накаляться. Уступать не хотелось никому. Уйти на последний перерыв с равенством на табло БРИЗу удалось благодаря своим лидерам Алику Мускулису и новому центровому Ивану Сафронову. В четвертой четверти игру на себя взял другой лидер БРИЗа Сергей Калмаков, который в течение двух минут набрал 12 очков. У БГПУ игра наоборот разладилась. Не помогли студентам и их козыри Сергей Серов и Крим Мускулис. В итоге 56-48. Победа БРИЗа и очередной кубок. Две команды были равные. То есть где-то нам больше повезло, где-то им не повезло в конце. Но в принципе команды были равные. Просто везение и фортуна улыбнулась нам в четвертой четверти. И мы выиграли. Я думаю, что у нас на сегодняшний день в чемпионате края собрался очень приличный состав всех команд. Ну, если не всех, не 100%, да, то основной костяк проходных игр не будет. Да, БГПУ на сегодняшний день на самом деле, наверное, одна из самых сильных команд. Но таких команд у нас еще ни одна, ни две. То есть команды есть. Игра-то хорошая получилась. Три четверти мы на равных играли. Команда-то у них, БРИЗ-ка, это очень хорошая команда. Это команда, которая 8 человек играли в первой лиге. Выиграли первую лигу. Вот эта команда, она сейчас перешла, они в БРИЗе играют. У нас омоложение состава идет. Так и должно быть. Год-два мы должны немножко подтянуться, тогда уже другой вопрос будет. И вновь возвращаемся к футболу. Точнее, к исторической игре Барнаульского «Динамо» против Ленинск-Кузнецкой «Зари», в которой наши футболисты получили путевку в первый дивизион. На решающую игру поддержать «Динамовцев» пришло 8 тысяч болельщиков. Не смутило барнаульских любителей футбола ни морозная погода, ни разбушевавшаяся метель. В поле стадиона «Динамо», а точнее заснеженный газон, внушал опасения. А вдруг не смогут? Однако уже на второй минуте Владислав Аксютенко открыл счет в игре. Не прошло и трех минут, как Андрей Селютин, получив передачу, пробил вновь точно. 2-0. Заря встрепенулась и опасно пробила штрафной. Александр Суровцев кулаками перевел мяч на угловой. К середине тайма игра немного успокоилась, и на перерыв команды ушли все с тем же счетом. 2-0. На второй отрезок соперник вышел, чуть задержавшись в раздевалке, видимо, анализировав первые 45 минут. За действиями футболистов на поле наблюдал глава администрации Алтайского края Александр Карлин. На 59-й минуте Андрей Селютин, замкнув навес с углового, поставил жирную точку в игре. 3-0. Этот мяч снял все вопросы о чемпионстве на Востоке. Безусловно, для всех болельщиков и футболистов Барнаульского Динамо эта игра стала исторической. Впервые за долгие годы наши футболисты завоевали право выступать в подэлитном дивизионе, своей игрой доказав, что они на самом деле сильнее всех. На последних минутах встречи на поле выбежали разгоряченные фанатки белоголубых, устремившиеся поздравлять наших футболистов, которые при виде полураздетых поклонниц даже растерялись. Однако игру довели до конца. Радости купания в снегу, а также счастливые лица наших футболистов стали настоящим праздником, которым у белоголубые шли столько лет. Городу Барнаулу сегодня праздник и футбольный праздник. И Динамо Барнаулу я еще раз поздравляю с победой в лиге и с выходом в первую лигу. Желаем там успехов и закрепиться на более долгие годы. Был запредельный настрой, запредельный был настрой. Погода, нет плохой погоды, что если команда играет, если у команды было огромное желание победить. Плюс такая поддержка зрителей колоссальная. Ноги сами бегут, поверьте мне. Я думаю, здесь все закономерно в этой игре было. Я говорю, просто мы доказали еще раз, что мы сильнейшие, что мы лучшие в этой игре. И мы по праву занимаем первое место. И заняли первое место. Проводство клуба, тренерский штаб и сами футболисты пригласили журналистов на пресс-конференцию. Что из этого получилось, смотрите далее. Мы же оставляем эту встречу без комментариев. Мы сделали все для этой победы. Мы пригласили тех игроков, которые нам были нужны. И хотя некоторые представители средств массовой информации перед началом данного сезона сказали, что мы набрали кого попало, что они отыграны, что некоторые из них бегают из клуба в клуб за деньгами. Но мы посчитали так, что вот эти, пусть они отыграны, пусть они, как говорят, за деньгами бегают. Все эти ребята сделали то, чего не могли сделать многие годы наша команда, к сожалению. Сегодня стоит совсем другая задача. Это как достойно войти в первую лигу чемпионата России. Задача уже предварительно обсуждалась и с руководством клуба, и с администрацией Алтайского края, с Крымым советом народных депутатов. Мы вносим поправку на сессию Алтайского краевого совета народных депутатов по увеличению бюджета клуба необходимому. Второе, рассматривается вопрос расширения состава учредителей совета клуба, ну и другие организационные и финансовые пути решения этого вопроса. Я хотел бы сказать слова благодарности прежде всего футболистам, которые это сделали, которые поверили нам, которые пришли сюда, да, у них были другие предложения, у многих было, но еще раз говорю, что не поверили, что они остались, что были сложные времена в сезоне, были очень сложные времена, что опять мы сплотились вместе, еще раз повторяю, все вместе. Мы решили эту задачу, историческую задачу, я не побоюсь этого слова, историческую. Я хочу сказать спасибо тем людям, тем людям. Да, я еще выпустил, конечно, Михаила Рапопорта. Это серьезный, серьезный был, очень серьезный был ход. Это был серьезный шаг, пригласив Мишу в наш клуб, что я нисколько не лукавлю, нисколько, что он много сделал для нашей победы. Он много внес, он много внес свежего, он много внес неординарного. Он посмотрел изнутри работу нашего клуба. Ему тоже большая благодарность. Михаил Рапопорт, я всегда говорил, что за этим мой клуб взяли. Он сам не знает, что он сделал для клуба еще. Я только знаю, что он сделал для клуба. Он не знает, что он сделал для клуба, а я знаю, что он сделал для клуба. Поэтому он здесь и сидит. Что он наш, Александр Николаевич, ему спасибо говорит. И я ему спасибо говорю. Несмотря на все наши разногласия, которые до сегодняшнего момента существуют. Ну, он, думаю, еще скажет. Мы ему должны заложить ложку дегтя в нашу бочку с медом. Пусть он покритикует нас. То есть он продолжит работу в клубе и в первой линии? Ну, я надеюсь на это. И все творческое строение. Я надеюсь на это, по крайней мере. Будем разговаривать, будем говорить с ним. И вот настал этот момент, когда лед все-таки тронулся. Команда пробила этот лед и вышла в первую лигу. И что теперь получается? Сезон почти закончен. Остался этот турнир в Москве, в Кубок ПФЛ. Но, как уже вы, наверное, все понимаете, ситуация в плане расчета с футболистами за сезон. Там, насколько я знаю, долги как минимум за половину, если даже не больше сезона по премиальным. Дальше у клуба, помимо этих долгов, существуют еще различные долги у клуба и у людей, работающих в клубе. Пусть эти долги даже личные, но они все равно связаны с тем, что это долги за футбол, за результат, за первое место, которое мы завоевали. Команда выиграла это первое место даже не благодаря тому, что были созданы все условия для этого, их не было создано, а вопреки многим всяким условиям и вопреки различным действиям. Значит, команда, как я уже говорил на той пресс-конференции, команда как штрафбат шла к поставленной цели. Что сами себе найдете, тем и прокормитесь. Там, где можете что найти, там и подкормитесь. Какие-то вопросы решить, ну решайте, находите. Вот так вот вопросы и решали, и находили. И, в общем-то, первое место выиграли. В клубе, который выигрывает первое место, должен быть общий праздник, общая радость всех, да, общее единение, такой коллектив, значит, дружный. Ну, в плане, что касаемо спортивной команды, да, здесь, как бы, коллектив дружный, я это могу подтвердить. Они перенесли все и на своих плечах, и их семьи перенесли, и они завоевали это первое место долгожданное, и выход в первую лигу. А вот, как я и говорил на той пресс-конференции, что команда живет как будто бы в разных городах, а теперь мы еще называем это на разных берегах. Вот оно так в клубе до сих пор и остается. Но Виктор Владимирович говорит, что я буду работать в дальнейшем в клубе, но я могу сейчас заявить, честно, откровенно, что с Виктором Владимировичем я в клубе работать не буду. Сегодня, вроде бы, такой праздничный день, как бы, после победы мы еще должны радоваться. Ну, посмотрите на лица футболистов и руководства. Я не вижу особых радостей и улыбок. Такое ощущение, что что-то какое-то траво происходит. На самом деле для этого причины есть очень серьезные. Честно говоря, вот, насчет следующего сезона. Я еще не разговаривал ни с руководством, как бы, и сам еще, как бы, не принимал решения. Но в той ситуации, которая сейчас сложилась в клубе, я не вижу предпосылок для того, чтобы в следующем году здесь была налажена работа, конструктивная работа. И не хочется после стольких лет ожидания вылетать из первой дивизиона. Поэтому я буду принимать решение и думать, если поступят предложения. Очень долго думаю, потому что, повторяю, предпосылок пока не вижу. Более того, я вижу абсурдную такую постановку опроса. Вы сейчас сделаете, мы потом заплатим. Я не могу представить примеры, чтобы Шумакин пришел на, не знаю, на какой-нибудь этап, формулу. Ему говорят, выпей первое место, он садится, у него нет бензина. И он говорит там, Яркин, пойди у болельщиков, попроси, пожалуйста, бензина, а там потом расплатимся. Это абсурд. Я не могу понять, как-то не могут понять люди, которые находятся у руля. Да, я могу понять, что, например, Алтайский край, это край не такой уж богатый. Там есть проблемы с пенсиями, с субсидиями и так далее. Хорошо, тогда подвиньтесь, вступите место тем, кто действительно может управлять. Кто знает, как это делать, кто хочет это делать. Если такие люди, родившиеся в футбол, как Рапопору, не хотят работать в клубе, 25 лет жизни он отдал команде. Это о чем-то говорит. Подвиньтесь, вступите место тем, кто хочет работать и кто сможет это сделать. В тех условиях, в которых находился клуб, мне все удалось. Мне все удалось полностью. По той простой причине, что клуб занял первое место. Вот и все. Если бы мы заняли последнее место или там какое-то второе, хотя бы второе, вот тогда бы не удалось. А так мне все удалось. Виктор Валерьевич, почему такая пропасть между вами и командой? Пропасть между мной и командой? Я не вижу пропасти между мной и командой. Да, есть критика в мой адрес. Есть критика в мой адрес. Справедливая критика. У меня есть критика в адрес игроков. Была, была и будет. Мы еще будем говорить об этом. Давайте поаплодируем команды. Улыбки. Поехали. Внимание. Нет? Что, клуба-то? Конечно. Мы еще раз искренне поздравляем всех футболистов, болельщиков и людей, неравнодушных к футболу с этой знаменательной победой. Динамо чемпион. Мы еще раз искренне поздравляем всех футболистов, болельщиков и людей, неравнодушных к футболистов, болельщиков и людей, неравнодушных к футболистов. Мы верим, что будущее у нашей команды есть. Тем более, что решить многие проблемы пообещал глава администрации Алтайского края Александр Карлин. Нужно очень внимательно подойти к перспективам развития алтайского футбола, для того, чтобы это сегодняшнее достижение команды не было неким эпизодом, о котором потом мы вспоминали бы как о светлом таком сюжете. А для того, чтобы это событие сегодняшнее, очень хорошее, доброе событие, оно стало бы определенной отправной точкой в дальнейшем развитии алтайского футбола. Поэтому мы дополнительно продумаем меры поддержки со стороны краевой власти. При этом это меры не только бюджетные, но и они будут, я это тоже обещаю. Здесь речь идет о большой системной работе с победой. И впереди у нас большая работа. Спортсмены и тренеры должны делать свою часть, а мы свою. В частности, игра в первой лиге предполагает иные требования к стадиону, к полю. Это дополнительные затраты. Мы прекрасно понимаем, что это затраты, которые воздадутся здоровьем, нравственным самочувствием наших жителей, и тех, кто играет, и тех, кто болеет. Поэтому мы на эти затраты пойдем. Речь идет о реконструкции основного нашего стадиона, поле и развитии детского и юношеского футбола и спорта вообще. На этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. С вами был Дмитрий Гладких. Увидимся, как всегда, ровно через неделю. С вами был Дмитрий Гладких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова